Всем здравствуйте! С вами на связи Еленя Манутиаду. Я приветствую вас на своем канале. Сегодня мы с вами будем рассматривать расклад, идею которого меня попросила дважды Алина. Первый раз в одном из комментариев под видео, и второй раз уже в разделе сообщества не могла не проигнорировать. Алиночка, благодарю за идею. Расклад «Чего хочет моя душа?» у нас будет преподиция, и мы без вступления сразу приступим. Приступим и посмотрим, да, чего же хочет наша душа. Не знаю, как буду выстраивать расклад, посмотрю прям вот в потоке, как пойдет. Напоминаю, что пятничная акция теперь я провожу первую и третью пятницу каждого месяца. Вы можете присылать заявки мне на почту для того, чтобы поучаствовать. Кто не знает, что это такое, это возможность бесплатно получить ответ голосом на один ваш вопрос по WhatsApp в течение 10 минут. Вся информация есть в описании к любому моему видео, к любому моему раскладу, так же, как и мои услуги и стоимость. И я благодарю всех вас, кто присылает донат за мои расклады, мне очень приятно, меня это радует. Итак, первая, вторая и третья позиции, чего же хочет моя душа, и мы с вами приступаем. Позиция номер один. Ваша душа сейчас находится в каких-то очень глубоких переживаниях. Скорее всего, сейчас вы проживаете такой этап, когда что-то вас очень беспокоит, что-то очень волнует. Может быть, где-то у некоторых из вас есть ощущение какой-то вины, может быть, стыда о содеянном. В общем, вы проводите очень много времени не то чтобы в уединении, да, а девятка мечей, она говорит о том, что вы как будто бы не видите реальность сейчас, вы не видите мир, тот, который вас окружает на данный момент. Вы больше погружены в себя, то есть свои каких-то больше времени проводите в голове, о чем-то думаете, о чем-то размышляете. Вот эти вот ваши мысли, они не приносят вам удовольствие. Они, наоборот, вас как-то упнетают, вам становится страшно, вам становится больно, вы боитесь очень-очень сильно. А ваши мысли, они как будто бы затуманены. Вот вы погружаете свой взор, давайте я вам карту покажу. Не знаю, насколько видно, здесь женщина закрыла не то что свое лицо, а голову опустила. То есть, знаете, здесь такое ощущение, что ваша душа, она как будто бы, вот здесь идет информация о каком-то, мне стыдно, да, вот как будто бы такое ощущение. Мне стыдно, либо я огорчаюсь за то, что, от чего я добилась, я имею в виду душа, а что я сделала. Вот здесь вот такое, знаете, не то чтобы анализ всей вашей жизни, прям такой серьезный, нет. А это какие-то минуты, либо моменты в вашей жизни, когда вы не то что разочарованы собой, сколько есть вот это вот ощущение, что я прикладывала, прикладывала столько усилий, я хотела достичь чего-то, а у меня ничего не получилось. Вот здесь вот какое-то вот такое очень разочарование, и оно связано с тем, что вы видите в себе вот эти вот негативные какие-то аспекты. То есть ваши мысли, вот этот вот ваш выборочный анализ ума, потому что здесь анализ именно идет от ума, почему-то вы фокусируетесь на каких-то темных моментах внутри себя, то есть на том, чего вы не достигли, то, что у вас не получилось, то, что вы не реализовали в своей жизни, может быть, на какие-то ошибки у вас были, да, грабли, на которые вы наступали. Вот почему-то вы это, на этом фокусируетесь и преувеличиваете, преумножаете это состояние. Отсюда идет вот это вот огорчение, отсюда вот это вот чувство вины перед самим собой, что где-то смолодушничала, не сделала то, что хотела вовремя. Вот здесь вот идут такие состояния, не очень приятные, но они все идут от головы. Вопрос в том, что это состояние вы для чего-то внутри себя на данный момент аккумулируете, то есть это не долгий период, но для чего-то вы сфокусированы вот именно вот на этих негативных аспектах внутри себя. С чем это связано? Давайте я посмотрю. Это, знаете, либо это сценарий какой-то повторяющийся, да, в вашей жизни, ну, то есть периодически вы входаете в это состояние, либо как-то, знаете, внутри себя ведете диалог, когда сетуете на судьбу, на то, что как-то не было возможности какой-то что-то реализовать, не было шанса. То есть не я, я виноват, а вот как будто бы вселенная мне не предоставила какой-то шанс, какую-то возможность. Это связано с некой конкуренцией. Здесь вы можете конкурировать либо с самим собой, либо конкурировать с другими людьми. Это напрямую связано с вашей коммуникацией. И здесь выпадает карта ухода. Вы как будто бы уходите от чего-то нового. Здесь ощущение, что вы сожалеете о том, что у вас был шанс, у вас была возможность. И вы либо не зацепились за нее, либо испугались, либо не поверили. Здесь могут быть разные вещи. Либо прислушались к тому человеку, либо к окружению, да. И не надо было этого делать. Но на самом деле вы можете себя успокоить и сказать, что на тот момент, когда это произошло, вы сделали наилучший выбор, тот, который вы могли сделать в тот момент. Если бы вы могли поступить иначе, вы бы поступили обязательно. Поэтому здесь огорчаться не стоит. Но здесь я вижу какой-то упущенный момент пойти в новое. Не получилось пойти в это новое. Где-то какие-то ваши суждения, где-то какие-то мысли, какие-то привычки, да, удержали вас. Где-то вы, возможно, знаете, побоялись не наступить снова на одни и те же грабли, и тем самым избежали как будто бы то, что было бы. То есть вы посчитали, что если я пойду вот в это новое, да, то оно закончится тем же, что и было ранее. Это было связано каким-то образом либо с финансовым аспектом, да, с ресурсами, с какими-то вашими ресурсами. Либо это был материальный какой-то аспект, я имею в виду бытовая жизнь, да, что-то в быту, что-то такое заземленное. Была у вас какая-то идея, какая-то мысль, знаете, вот какое-то желание, которое вы хотели реализовать. Но не сделали это, и вы от этого ушли. И вам... А к чему вы пришли? Пришли на самом деле к разрушению. Пришли к разрушению, пришли к самообману. То есть вам казалось, да, что я не буду этого делать, и всё будет хорошо. Но вы остались как будто бы в той же точке. И всё равно вселенная сделала так, что эта ситуация, вот стабильность, за которую вы... Которую хотели поймать, которую хотели уловить, да, вы её всё равно потеряли. То есть вы как будто бы обманули сами себя в том, что я не пойду в новое, да, останусь там, где я есть. Но на самом деле там, где вы остались, там тоже вы не получили того желаемого результата, а произошла... То есть уже не добровольно, как у вас был шанс, но уже принудительно, да, ситуация в вашей жизни случилась. И вот этот вот самообман, да, хитрость, как будто бы вы обманули себя, да, вот непосредственно связанное с новизной. Вы не хотели убрать какие-то рамки из своей жизни, да, вы не хотели разрешить себе чего-то. Причина, опять-таки, девятка мечей, какой-то успех, даже не успех, а неуверенность в себе, страх шагнуть в новое, неизвестное. Шаг довериться, да, довериться тому, что меня ожидает. И это, опять-таки, связано с материальной сферой, да, либо с какими-то навыками, может быть, вашими. Вы ждали каких-то результатов, ждали каких-то шансов, да, но всё разрушилось, и вы как будто бы этого не получили. И теперь, сейчас, вот эта вот вся ситуация, она показывает, с чем же связано вот это вот не очень приятное ваше состояние души. И чего же хочет тогда ваша душа сейчас, если она находится именно вот в этом состоянии, чего же она хочет, чтобы её успокоило, да. Вы хотите результата, вы хотите, здесь очень долгое время вы вкладывались, а результата-то своего вы не видите. И вы хотите уже, знаете, вот какого-то успокоения, уже какого-то либо результата, здесь не важно, большой или маленький, главное понять, что всё было не зря. Хотите уже, здесь такое ощущение, как будто бы вот по справедливости, да, уже хотите поступать иначе, хотите в своей жизни действовать вот как-то вот честно, да, без каких-то обману, без каких-то хитростей. Хотите попробовать. Вот сейчас, знаете, здесь такое ощущение, помните, я говорила вначале, что не расстраивайтесь, что ваш выбор, он был самый наилучший из того, что вы могли сделать на тот момент. И это было действительно так. Но вот сейчас как раз-таки пришло то самое время пойти в новое, пойти в то новое, пойти в путешествие, да. Вот сейчас есть просто эта готовность, есть нужное и необходимое вам состояние. Душа просит этого путешествия. Да, здесь ваша душа уже устала от каких-то интриг, устала от каких-то ожиданий. Здесь, знаете, здесь вот это вот состояние, вот эта внутренняя червь, которая вас поедает, вот вы ждёте, да. И это очень похоже на то, когда вот из года в год, да, время проходит, и вы говорите себе о том, что время уходит, я взрослею, а шансов и возможностей как будто бы становится всё меньше и меньше. И вот это вот ощущение, оно даёт вам внутреннюю какую-то вот свободу, что хватит уже бояться, да. Уже не осталось время на страхи, уже осталось время просто делать, и не важно, правильно, неправильно, а важно уже получать какой-то результат. То есть, знаете, вот это вот какое-то внутреннее ваше высвобождение, как будто бы свобода от страхов. От страхов, то есть я устала, устала бояться, да. Вот здесь вот такое. Я устала жить вот в какой-то вот этой непонятной ситуации, в каких-то паутинах кознях, которые строятся вокруг меня, знаете. И причём это вот ощущение, когда здесь такой образ, как будто бы паук создал свою, утеплёл свою паутину, и в эту паутину попалась личинка, или как она там называется, да. И вот она мыкается, мыкается, и понимает, что я не смогу выйти из этой паутины, и ей остаётся просто ждать того часа, когда паук придёт к ней и съест её. Вот это, вы знаете, ожидание, почему я сказала «восвобождение от этого страха», потому что здесь ощущение, когда мы говорим «пусть», да пусть уже будет так, как будет, я уже готов на всё, лишь бы это было. И вот эта вот душа ваша, она хочет вот этого «восвобождения», хочет, знаете, вот «перерождение», реально ваша душа хочет родиться заново, вот хочет, знаете, не то, что здесь шанс на то, чтобы начать какой-то аспект, да, в своей жизни, а вот реально полностью, кардинально переродить такое вот, вы знаете, как будто бы, чтобы произошло какое-то волшебство, и вам сказали «выбирай, что хочешь». И вы бы выбрали начать всё заново, с чистого листа, чтобы вот эти вот страхи, сомнения, какие-то туман, да, который вас окутывает, чтобы он уже развеялся, чтобы уже ситуация у каждого из вас, она своя, чтобы она уже прояснилась, чтобы не было вот этой вот холодности в душе, да, вот этих неприятных ощущений. Хочется, чтобы вот душа, она хочет согреться, вот ваша душа хочет согреться. Знаете, хочет согреться через какое-то партнёрство, да, это может быть как профессиональная сфера, так и личная сфера. Знаете, когда мы опираемся друг на друга, и при этом мы свободны, то есть нас уже не связывает какая-то зависимость друг с другом. Это любые отношения могут быть, да, с любыми людьми, а нас уже связывает, то есть мы как будто бы доросли до того состояния, что я уже не боюсь потерять этого человека, я вообще уже ничего не боюсь, я просто хочу жить, да, я просто хочу жить и разделять вот свою жизнь с другими людьми. Здесь очень зрелое такое ощущение, возможно, достаточно большой опыт у вас за плечами, независимо от возраста, но вот здесь вот состояние вашей души такое, что я хочу выстраивать иначе взаимоотношения с людьми, да, когда я могу на них опереться, когда я могу поддержать, меня могут поддержать, когда мы можем договариваться, когда мы можем взаимодействовать. Когда мы вместе, это очень важно, то есть не то, что каждый сам по себе, а вместе с другими людьми или с партнёром вы можете достигать каких-то целей, то есть здесь уже такое ощущение, что мне одиночество моё, оно уже не приносит удовольствие, я уже хочу вот эту вот свою наполненность, да, зажечь огонёк внутри своей души таким образом, чтобы вот два огонька, два пламени, чтобы они уже соединились и вот своим огнём общим, да, вот этой вот мощью достигали чего-то большего, не в одиночку, а с кем-то, но при этом не теряя себя, не теряя свою индивидуальность, то есть быть частью чего-то, но при этом не теряя свою индивидуальность. И партнёра в своей жизни вы так хотите, такого хотите, если речь идёт про отношения, а если не про отношения, то здесь речь идёт вообще взаимодействие с другими людьми, когда вы просто общаетесь как зрелая личность, да, не ожидая ничего другого человека, не теряя себя, не стараясь подстраиваться, просто здесь вопрос про быть, здесь очень мудрое, зрелое такое вот отношение. Вы хотите перехода. Вы хотите перехода здесь, если вам интересно тема взаимодействия с другими мирами, да, то есть вот здесь вот уже пришло время, да, то есть вы созрели. Вот вам хочется уже перейти кому-то на другой уровень, на более зрелый, кому-то хочется найти решение и вот своей какой-то задачи, и здесь как будто бы портал, да, вот когда мы сменяем одно пространство на другое пространство, на лучшее, на светлое. И вы нашли уже эту лестницу, да, вы уже прошагали достаточное количество ступенек, вы готовы войти уже, да, вы готовы совершить этот переход. Опять-таки, если здесь практики, то здесь как раз-таки на уровне, знаете, не, как она называется, не на уровне ритуалов, да, а вот здесь вот больше на уровне менталитета. То есть расширить какие-то свои границы своего сознания, то есть уже смотреть на вещи иначе, я про этот переход говорю. Вы уже четко понимаете, что можно с чем соединить, но здесь уже опытные люди, поэтому душа ваша, она хочет просто, как будто, знаете, засиделись в достаточное время там, где вы были, и хочется уже начать движение, да. Хочется уже каких-то, повторюсь, ну скажу, результатов от своих каких-то действий, именно результатов, то есть не поступков, да, не процесса, а именно результатов. С процессом вы уже долго находились в этом состоянии, здесь уже хочется непосредственно результата. Здесь хочется, знаете, как-то соединить вот все ваши знания, весь ваш опыт воедино, чтобы он уже начал работать на вас. Такое ощущение, что долгое время вы работали на что-то, на какой-то план, на какую-то свою ситуацию, да, возможно, на других людей. А сейчас как будто бы пришло время, чтобы вот это вот все работало на вас, то есть если мы говорим в контексте бизнеса, то есть это когда мы вкладываем, да, свои силы, время, ресурсы, выращиваем какую-то свою идею. А теперь пришло время, чтобы убытки, да, либо покрывание каких-то своих расходов, да, на этот бизнес, чтобы они уже прекратились и начал ваш бизнес приносить вам доход. Здесь вот про это речь идет. Какой урок я хочу посмотреть? Я даже не знаю, сколько по времени, а не того, что я еще не вижу. Ладно. Какой урок я хочу просто посмотреть, вы сейчас проходите? Что вы хочет, ваша душа, мы увидели, а какой урок сейчас вы проходите? Да, вот как раз-таки то, что я и говорила, да, с одной стороны урок фиксации, когда вы цеплялись. Цеплялись за то, что вы имели, за то, что вы, чего вы добились, вы не шли в новое. То есть здесь была некая такая стабильность, которая не давала вам того развития, которое вы хотели. Это с одной стороны. С другой стороны, эту фиксацию можно перенести на любые ваши взаимоотношения. Когда вы считали, допустим, что ваше счастье зависит от другого человека, от другого партнера, когда вы не хотели потерять, может быть, своих родителей, когда не хотели терять своих друзей. Здесь люди приходили и уходили в вашей жизни, и вам это было больно. То есть вас обучали, либо еще продолжают учить, что все в этой жизни, оно не принадлежит никому. Оно проходящее. И нету смысла цепляться за что-то, потому что оно вам не принадлежит ни вещи, ни люди, ни ситуации. И вот здесь урок был в вашей душе о том, что для вас цель и ценность было то, что находилось вне вас, во внешне. А вам дали понять, что все самое ценное и самое необходимое, оно есть внутри вас. И поэтому не нужно цепляться, а нужно жить и проживать тем, чем вы наполнены. То есть не на внешний мир цен, а на внутренний мир цен. И параллельно с этой фиксацией вы проходили урок, который называется «Сирота». Он очень перекликается с тем, что «Я один». Знаете, это разделение нашего ума. «Я один», то есть есть «Я», есть «Мир» и есть «Другие люди». И вот эта фиксация, когда я стараюсь зацепиться за другого человека, либо за ситуацию, она напрямую связана именно со сценарием «Сироты», когда идет разделение. То есть почему я цепляюсь от себя? Потому что ты становишься источником моего счастья, так скажем, потому что внутри себя я этого не ощущаю. Потому что я ощущаю себя не частью чего-то, а я отдельный, я сам по себе, вот это вот эго. Здесь шло разделение. Помните, и раньше я вам говорила о том, что вот ваша душа как раз-таки и говорит о том, что хватит делить мир на вы и мы. И пришло время полностью отдаться, ну, не то что отдаться этой ситуации, а понять, что если мы живем от нашего ума, то мы всегда будем смотреть на мир оценочно, через какие-то критерии, через двойственность, через какую-то классификацию, да, через оценочность, через предубежденность. А если мы живем от сердца, то ощущаем вот это вот единство со всеми. И вот такой вот урок у вашей души сейчас либо проходит на данный момент, либо она уже прошла. По-моему, проходит, потому что вопрос был задан, каким образом проходит или нет. Что вам нужно сделать, чтобы пройти этот урок, если вы его еще не прошли? Найти внутренний баланс, да, выпала верховная жрица и двойка кубков. Двойка кубков – это, знаете, некая такая идеализация. Двойка всегда говорит у Древосферот о том, что энергия готова познать себя. Она находится в неком таком движении, да, она готова приумножать, ощущать. Она находится на низком старте. И здесь двойка кубков – это кубки, это стихия воды, это наши ощущения, это интуиция, это состояние. И здесь получается то, что поможет вам пройти этот урок, вот это вот разрешить себе, да, чувствовать. Разрешить себе смотреть на мир не с позиции муа, а с позиции состояния. Найти вот эту вот гармонию внутреннюю, да, вот эту вот идеализацию. То, как бы так сказать, то, во что вы верите. Может быть, это звучит достаточно абсурдно с точки зрения логики, но внутри у вас есть вот эта вот вера, да, когда вы находитесь в гармонии, в балансе с собой, в спокойствии. Вы верите в то, что это реально, это сбудется. И вот эта вот вера внутри вас, в то, во что вы верите, даже если это самое такое идеализированное, оно поможет вам, вот эта вот вера, оно поможет вам реализовать и пройти вот этот урок. То есть все зависит от того состояния, да, и от вашей веры, от состояния, в котором вы находитесь, и в то, во что вы верите, для того, чтобы пройти этот урок именно фиксации и того, что я сирота, я один, да, никого нет. Это вот одиночество, которое, возможно, и вызывает у вас этот страх, с чего мы начали с девятки мечей, да, что наверняка появляется страх одиночества, что я останусь одна, один, никому не нужно, не реализовано, и что будет со мной. Поэтому верховная жрица, она и говорит нам о неком понимании, понимании того, как, то есть вам не хватает понимания, как вы можете реализовать, проработать вот этот свой сценарий. Но сейчас, когда я вам все рассказала, мне кажется, вы для себя поймете, как вы сможете прийти вот к этой внутренней гармонии, да, к внутреннему ощущению. Пускай оно будет идеализированное внутри вас, да, но оно будет давать вам некое такое успокоение, оно будет напитывать вас, оно будет достаточно ресурсным для того, чтобы вы в унисон притягивали к себе те решения, да, те шансы, те возможности, которые вам нужны. То есть чем ниже у вас вибрации, тем меньше возможностей вы будете видеть. И сейчас вот как раз-таки для того перерождения по фениксу, правильно я говорю, да, по фениксу, которые вам необходимы, чтобы они произошли, вы должны просто поднять еще выше свои вибрации, вы готовы уже к этому, и вы это сможете сделать как раз-таки через какую-то, я не знаю, через какую-то идею, и вот стремление к этому, да, вот желание получить вот это вот состояние, но не одержимости, да, не от ума, а именно внутреннее вот это вот, оно спокойное, фоновое состояние. Это не предвкушение чего-либо, а это вот состояние, фоновое состояние счастья. Как-то так. Так, это у нас была первая позиция. Вот, посмотрите, в том времени осталось. На. Вроде хватит. Итак, мы с вами переходим к позиции номер два. Что хочет ваша душа? Сейчас, сейчас на данный момент у вас переходный этап. Он одновременно и завершающий, и то, что начинается. Завершение, которое произошло, оно у вас естественное. Оно бы так или иначе случилось в вашей жизни, потому что на том уровне, на котором оно находилось, оно уже отжило себя. То есть здесь ваша душа просто двигается по своей траектории, по своему пути. И какие-то моменты нужно было уже оставить, то есть они уже отжили себя. Да, здесь вы как будто бы, какой-то вот естественный переход у вас происходит. Он не болезненный. Здесь вы как будто бы уже свыклись с этим, да, либо как-то не то, что привыкли, а как будто бы адаптировались уже к этому, что окей, такое бывает в жизни, да. Ну, то есть времена года меняются, и ничего сетовать там, допустим, либо на жару, либо на холод и еще на что-либо. То есть все идет естественным своим путем. И вот сейчас у вас как раз-таки вот такое состояние. А что завершается в вашем, на вашем пути? У кого-то, возможно, завершились отношения, да, с человеком, который не дал вам того, чего бы вы хотели. У кого-то завершился брак, но это был естественный, как бы так сказать, естественный. Ну, когда уже долгое время, да, здесь не было ссора, руганий, здесь нету резких движений. А здесь такое, знаете, ощущение, что вот уже долгое время, да, живу в браке, и уже мне не нравится, и тому человеку уже. Мы как будто бы уже чужие люди, или вы как брат-сестра уже стали. Ну, и пришли к какому-то такому логическому завершению, что лучше остаться. Либо здесь, если мы говорим о профессиональной сфере, да, то здесь человек принял решение, здесь может быть ваш хозяин, если вы работаете на наемной работе, да, предложил вам не то, что уволил вас, но это не было каким-то резким, вы как будто бы это уже ожидали. И это так оно и должно было произойти. Здесь произошло, на самом деле, если не привязываться к сферам, некое такое, знаете, опустошение, понимание, что та ситуация, либо то место, в котором я нахожусь, оно уже мне ничего не дает. Она, наоборот, уже забирает. Оно не наполняет меня. Оно, наоборот, я теряю какие-то ресурсы, да, как деньги, так и свое внутреннее состояние. Может быть, здесь даже и болезнь была, то есть вот уже психосоматика начала срабатывать. Вот это вот все, либо понимание того, что какой-то вот мой подход, какие-то правила, да, они уже не работают. Какой-то вот жесткий такой подход, да, резкий, какие-то энергии, они уже тоже не работают. Вот этот вот догматизм, достаточно такая доминирующая позицию, она уже не работает, она не дает ресурсов. И здесь вот это вот все уже естественным образом подошло к концу. А начинается отстаивание, отстаивание каких-то своих идей, отстаивание каких-то своих фантазий. Здесь у вас идет вопрос выбора, ну, выбор, либо раскрытие какого-то вашего потенциала, но пока это еще вот на каких-то зарождающих моментах, когда вы, была некая такая система, да, привычная для вас, и вы из нее вышли, как я говорила ранее, да, естественно, путем. Но каким образом? Через понимание, через вот это вот бунтарство, что я уже не хочу так, меня это уже достало, я хочу как-то иначе. И вот это вот бунтарство, не те же против тех правил, он у вас появился как энергия уравновешивающая. То есть долгое время были в каких-то ограничениях, а теперь я как будто бы не хочу, я снимаю все эти ограничения, я убираю. Но делаю это достаточно резко, достаточно жестко, потому что накипело, потому что уже достало, потому что я уже пробовала по-разному, никак не получалось. Но я хочу отстаивать себя. Здесь идет борьба, причем борьба ваша, она внутренняя идет за какие-то ваши желания, да, за краски. Вот вы здесь сейчас на данный момент воюете за свою душу, за то здесь, знаете, как будто бы произошло очищение некое, и вы выбираете свой путь. Но в этот раз ваш выбор, раскрытие вашего потенциала, оно идет от души, оно идет, вот, знаете, вот как будто бы вас ведут, как будто бы появляются неоткуда какие-то желания, какие-то надежды, да, мысли появляются. Может быть, вспоминаете свои прошлые планы, детские мечты какие-то, и вот вы выбираете всего этого потенциала, такое ощущение, что вот вам как будто бы приоткрыли какую-то дверку и говорили, что вот, посмотри, ты можешь это, можешь это, можешь это, можешь это. А что ты хочешь реализовать? И вы как будто бы в таком смятении, что, а неужели я могу все это сделать? Да, здесь произошло завершение, причем завершение именно ваших каких-то убеждений, вы поняли, что вот какие-то догматичные моменты, либо убеждения чужие, какие-то традиции, принципы, вот это вот все, оно не привело вас ни к чему, кроме того, как вы упали на самое дно. И сейчас благие новости заключаются в том, что это все завершилось, причем естественным, да, путем, что говорит, что оно не столь болезненно. И хороший момент, что все это заканчивается достаточно благоприятно для вас, потому что Аркан Солнца, он говорит о новых каких-то начинаниях, да, о радости, о счастье. Здесь нету ничего такого эгоистичного, что обычно говорим по Аркану Солнца, не ощущается здесь вот как раз-таки звезда и солнце, да, два светила. Одно холодное, другое теплое. Здесь кажется, что начинается вот какой-то ваш новый этап в жизни, тот, которого вы хотели давно, то, во что вы верили. Но этот этап, он не, он связан как раз-таки с вашим вот этим вот перерождением в голове. То, что вы... Собака отвлекла. То, к чему вы не то, что стремились, вы это уже проживали и поняли, что это уже не дает никаких результатов. Вот вы в голове своей как-то все переосмыслили, да, и вот у вас родилось желание, как будто бы лапочка зажглась, и вы себе говорите, а я теперь хочу по-новому, а я теперь хочу иначе. Я прошу прощения, вы быщу собаку, иначе она будет меня отвлекать. Давайте посмотрим, и что же хочет еще ваша душа. Просто отодвинул. Что же еще хочет ваша душа? Ваша душа хочет любви. Ваша душа хочет высовыводиться о том прошлом, о котором я говорила ранее, прошу прощения. Хочет чего-то, знаете, вот нового такого легкого. Вот действительно влюбленности не хватает. Хочется понимания того, что, знаете, вот какое-то подтверждение, что ли, свыше, какой-то знак о том, что прошлое прошло, и все, оно больше никогда не вернется. Не в контексте того, что ситуация не вернется, а то, что в будущем я уже не буду наступать на эти грабли. Вот какое-то подтверждение, что теперь все будет хорошо, теперь хочу вот прям вот радоваться, радоваться. Вот здесь вот что-то такое, что еще хочет ваша душа? Ваша душа хочет, знаете, вот какой-то, каких-то взаимоотношений вообще с людьми, открытых без обмана, без каких-то уловок, без каких-то хитростей. Вы устали от лжи, я бы так сказала, знаете, здесь вот хочется, чтобы были какие-то отношения, вот действительно человеческие, да, по-настоящему, без хитрости, без каких-то паутин, чтобы не было нигде каких-то камканов. Вот как бы так вам передать это состояние, которое я сейчас ощущаю, знаете, какое-то вот внутреннее, не то что мировотворение, а спокойствие. То есть не ожидать, что вот я сейчас что-то скажу, либо сделаю, а вдруг это будет опять подвох. Ну, то есть вам кто-то предлагает там, я не знаю, работу, да, либо еще что-то, и вы сидите и думаете, а вдруг это подвох, а вдруг опять будет что-то, что меня обманут. Хочется уже какой-то вот такой вот веры, что ли, хочется чистоты, человечности, чистоты. Вот я не знаю, все никак не могу успокоиться, вот у вас, наверное, это самое, состояние такое же, да, все никак, вы не можете найти себе места на данный момент. Что же еще хочет ваша душа? Каких там, опять-таки, благих новостей, хочется общения, хочется легкости, хочется творить, понимаете, хочется как-то вот раскрыть себя, раскрыть себя заново. Хочется все то, что вы уже знаете, то, чему вы уже научились, как-то это передавать. Вот я же говорю, вот здесь вот по второй позиции ваша душа оцен держит именно на реализацию каких-то своих способностей, вот какого-то своего потенциала. Вы уже хотите этим заниматься. Такое ощущение, что вот вы как будто бы высвободились, да, от чего-то, и вам хочется уже полностью все время посвятить вашему творчеству, вот то, что вас радует. Не ожидать, что кто-то вас будет критиковать, либо осуждать, или вас не будут принимать. А просто хочется вот взять спокойненько сесть и заняться тем делом, чтобы вас никто не дергал, чтобы вас никто не отвлекал, чтобы вас никто ничего не говорил. Просто вот такое ощущение, что позвольте мне просто побыть. Меня это наполняет, мне это нравится, мне это радует. Есть такое ощущение, что раньше вам этого не давали, что либо вам как-то вы скрывали что-то, ну, я имею в виду вот эти свои способности. Либо вы ждали, когда будет ночь, чтобы сесть и по себе посвятить время, но свет не тот, да. Ну, вот здесь вот как будто бы художник, который только сел за мольбер, да, начал рисовать, и то этому надо что-то, то кофе свари, то туда сходи. И вот такое ощущение, что вот своей душе не уделяли время. А сейчас пришло такое время, что вот ваша душа говорит, а сейчас обрати на меня. А сейчас обрати на меня внимание, и давай вместе мы будем творить. Давай вместе мы придем вот именно к этому состоянию, которое будет нас наполнять. Здесь вопрос не в том, что даже чем вы будете заниматься, да, в своем творчестве, сколько здесь вопрос в состоянии, которое вам нужно. Ну, даже я не могу вам его описать, но здесь не про гармонию, не то, что вот, знаете, вот гармония, она, когда все хорошо, когда вроде бы ровно, да, все удовлетворяет. А здесь какое-то, знаете, такое вот воодушевление, но оно неактивное. Оно такое достаточно пассивное, то есть мне нравится, мне хорошо. Это очень напоминает состояние, точно. Многим из вас нравится вода. Вот вспоминайте, если вы, допустим, были на море, я не знаю, как на водоемах и на озерах, там, где не соленая вода, насколько она может вас держать. А вот на море, когда просто позволяешь себе расслабиться и лечь на спину, вода сама вас держит. И вот такое вот состояние, вот, ну, кайфовое, экстазное, когда вроде бы ты ничего не делаешь, и при этом, ну, то есть я имею в виду, ты не плаваешь, и при этом ты находишься в унисон, вот как будто бы тебя окутывает вот это, вы знаете, колыбель. Очень напоминает такой момент, когда, если кто-то из вас, может, помнит, когда мама вас укачивала на руках, знаете, вот это вот состояние успокоения, не от монотонности, а от того, что вот хорошо, тепло, безопасно. Вот ваша душа вот это вот состояние хочет, чтобы вы ему вернули. Какой урок вы сейчас проходите? Какой урок проходит ваша душа сейчас? Ну, урок разбитого сердца и плохое настроение. Вот видите, я же не случайно сказала, что вам хочется вот этого вот экстаза, да, расслабления. Вы переживаете вот это вот разбитое сердце. На самом деле вам нужно просто понять, что либо люди, которые разбивали вам ваше сердце, либо ситуации, но все это на самом деле было ваше отражение. И то, что вам не нравилось, это было в вас, и ваша задача была это увидеть в себе, что человек ту рану, ту боль, а здесь вопросы предательства были, которые вам наносил, это было в вас. Здесь для чего-то вам это надо было, вы как будто вы сами хотели, чтобы мы с вами так поступали. Опять-таки для каких-то ваших уроков, для того, чтобы вы выросли, для того, чтобы вы что-то в себе изменили. То есть люди не просто так обижают, а они помогают нам оттачивать тот алмаз, ту драгоценность, которая есть внутри нас, улучшает. Да, болезненным путем никто не говорит, но при этом именно через вот эту вот боль мы себя узнаем и растем. И здесь вот ваше разбитое сердце. Почему я говорю о зеркальвании? Потому что если вы посмотрите на эту карту, я не знаю, насколько хорошо видно, мужчины и женщины находятся в одном одеянии, да, фиолетового цвета. Они одного роста. Вот такое ощущение, что если бы у женщины были просто длиннее волос, можно было сказать, что она сама собой, и груди бы не было. У них одинаковая позиция, одинаковый цвет волос, цвет одежды. То есть они абсолютно зеркальны. Между ними находится куст розы, да, то есть у любви. Все могло бы цвести, причем он светет, да, и поднимается надежду обоих героев одинаково, до одного и того же уровня. Потому что на самом деле вот это вот разбитое сердце и боль, которую вам причинили, это вы причинили ее сами себе. Для чего? Для того, чтобы вот через эту боль очистить то, что у вас уже не работает. Помните, мы начали с того, что у вас аркан смерти выпадает. То есть естественное завершение. Вы должны были завершить вот эти вот качества, да, свойства у вас, которые уже не работали. Они работали когда-то на вас и для чего-то. А сейчас пришло время от этого уже избавиться. Вы уже выросли, вы уже стали другими. И вам эти сценарии уже не нужны. Поэтому ваша душа сейчас проходит этот сценарий разбитого сердца, да, когда происходит исцеление. Не случайно она хочет песни, не случайно она хочет полета, вдохновения, творчества. И второй аркан – это плохое настроение, когда как раз-таки оно напрямую, да, связано с разбитым сердцем, прозеркальность. То есть, что когда у меня есть плохое состояние, плохое настроение, почему оно у меня плохое? Потому что я что-то вспомнила из своего прошлого. Даже того человека, который разбил, допустим, мне сердце. Я нахожусь в ярости, я нахожусь в агрессии. И как следствие, да, люди реагируют на меня так же агрессивно, как и я, так же огненно. И лучше ко мне не подходить. То есть, зачем? Для чего вам вот это вот плохое настроение? Почему вы себе позволяете? Ведь ваша душа хочет абсолютно другого, иного. Вот здесь вот вам нужно понять, почему вы так часто впадали вот в это плохое настроение? Почему оно вами управляло? Вот здесь вот как раз-таки процесс взросления, он и говорит о том, что я выбираю, в каком настроении я буду. Я. Не кто-то. И оно в самом себе не возникает. И не ум придумывает. А я. То, что выше нашего ума, то, что есть разум, либо как-то иначе его называете. Но вот это вот ваше внутреннее яд. И плохое настроение, оно было связано с разбитым сердцем. Прекратите себя жалеть, как-то огорчаться. Это все уже пришло. Это в прошлом. Измените свое настроение. Улыбнитесь себе в первую очередь. Включите в себе вот это вот настроение, которое хочет ваша душа. И вы получите. Потому что по аркану звезды, я говорила ранее, что произошло уже разрушение. Уже произошло очищение вашей души. Обратите внимание на то, чем вы его сейчас наполняете. То есть ваш сосуд, он чистый и он пустой. Вот и чем вы его будете наполнять, то вы и будете проживать. Вот такое послание, да? Вот такая вот ситуация у нас была. Хорошо, что вам поможет? Вам, я говорила, да? По этой позиции, по первой. Скажу и по второй. Что вам поможет проработать вот это вот плохое настроение? Ну, с разбитым сердцем, понятно? Что же вам поможет? Легкость вам поможет. Вам поможет праздник, знаете, умение как-то вот отстаивать свои убеждения, быть более твердым, да, в том, что вы хотите. Не прогибаться под других. Смотрите, обращайте внимание на свою ценность, на то, что вам важно. Здесь тройка кубков, она говорит о том, что тройки – это самый первый результат, который мы получаем, да, если смотреть под ревосферон, когда стихия, она уже получила свой первый результат. То есть в двойке кубков мы еще идеализируем то состояние, в котором мы хотели находиться. А в тройке кубков мы уже в нем находимся. Это уже первый результат. Это уже преумножение, да, того, что мы хотели в двойке. Здесь уже некий праздник, здесь уже некая такая легкость, радость, понимание, что у нас все получится, достаточно только верить, да. Здесь вот вам не хватает вот этого вот праздника. И если вы его себе дадите, да, больше общения, общайтесь больше с единомышленными, с людьми, которые вас понимают, с людьми, которые верят в то, что верите вы, с людьми, у которых есть то состояние легкости, которое вам необходимо. Да, и вы, вам это поможет по двойке жезлов. Каким образом? Двойка жезлов у нас говорит о том, что у человека уже есть некий такой потенциал, который он получил в тузе. То есть у него уже есть шанс, да. Это человек, который уже горит, человек, который уже хочет что-то делать, да. Он внутри настолько страстен, но его останавливает только тот шаг, который он еще не сделал, потому что он хочет его сделать мудро. Он хочет с мудростью, да, мудро сделать выбор, куда, в каком направлении он шамнет, потому что потенциал огромный, потому что хочется уже отдавать, потому что хочется уже двигаться, да, что-то начать делать. И человек здесь уже находится на низком старте. Поэтому вот это вот состояние легкости, оно и поможет вам определиться как раз таки с вашим выбором, да, куда вы будете двигаться, куда вы будете вкладывать, во что вы будете вкладывать свою энергию. Свою энергию вы будете вкладывать в шестерку, педагли. Именно в равный обмен, да, равнозначный, равноценный обмен с людьми, когда вы четко понимаете, кто есть нуждающий, а кто есть дающий, и для чего вы это делаете. То есть здесь вот четкое понимание, оно у вас уже пройдет после того, как вы совершите выбор. Выбирайте, выбирайте то, что вы хотите, выбирайте хорошее настроение, все зависит от вас. Так, давайте только кубков вот, не обоставь мне солнце. Нет, все-таки только кубков, чтобы перекрыл весь расклад состоянием, да, конкретно. Вот такая вот у нас была и вторая позиция, и мы с вами переходим. Пока я посмотрю, что-то вижу, ничего не вижу. Итак, давайте с вами перейдем. К позиции номер три. Что же тут хочет ваша душа? Ваша душа о чем-то думает, да, хочет получить ответы на какие-то вопросы, что-то вас интересует, что-то вы хотите открыть для себя, понять, узнать. Здесь много каких-то планов, которые вы строите, о чем-то здесь думаете, о чем здесь информация, вы хотите какой-то получить. Да, интересно, две десятки и королева мечей. Говорит у нас о том, что здесь вы хотите, во-первых, для себя определиться, как вы можете дальше двигаться, потому что десятки, они говорят о завершении, о переходе, да, тем более, когда речь идет о десятке пентаклей, это аркан, который говорит о том, что достаточно большой путь вы прошли, да, здесь действительно, либо вы думаете о том, как получить какие-то материальные блага, да, либо вы думаете о том, как выстроить что-то на долгосрочной основе, здесь такое ощущение, как будто бы вы дом себе строите, да, либо вы как-то это связано, может быть, с семьей, потому что обе карты у нас семейные, говорят о полной чаше, о радости, о счастье, о стабильности, о долгосрочности. Достаточно такое, все приземленное, да, все объективное, понятное. Здесь, возможно, вы думаете об этом, либо вы хотите создать семью, либо вы хотите что-то создать на долгосрочной основе, такое прочное, достаточно. Королева мечей у нас говорит о том, что вы готовы к переменам, причем перемены, которые вы хотите, вы хотите их создать самостоятельно, да, без каких-то иллюзий, в принципе, что не свойственно королеве мечей, да, вы четко понимаете, что хотите, для чего, как. Если хотите найти себе партнера, то будете выбирать его именно таким, каким вы хотите, без каких-либо иллюзий. Здесь речь может идти и о вашей реализации, да, о каких-то ваших амбициях, о желании пойти в новое, чего-то достичь, но Паш Жезлов говорит о том, что присутствует какая-то неуверенность, да, что вы как будто бы еще не уверены в себе, вот только это начинаете. Есть азарт, есть какая-то идея, есть желание это исследовать, но есть, присутствует еще, только вот находится, скорее всего, это все на стадии зарождения, да, на стадии идеи того, как это можно реализовать. И отсюда у нас Паш Мичей, который говорит, я ищу ответы на вопросы, как я могу получить это, да, как я могу получить ту стабильность, которую я хочу, как я могу прийти к этому, да, либо это семья, либо это финансы, заработок, либо построение чего-то такого достаточно долгосрочного. Вот сейчас, на данный момент, ваша душа этим и занимается. Что же еще хочет ваша душа? Что же еще хочет ваша душа? Давайте посмотрим, что нам скажет Аракул. Что хочет ваша душа? Вы знаете, здесь какое-то есть такое ощущение, что... Вот смотрите, у вас есть вот это вот желание, да, о котором я говорила ранее, но почему-то вы либо ожидаете это, да, либо боитесь этого, некого такого нападения, нападения, ссор, да, что вот вы как будто бы боитесь, что вас не поймут, что вас осудят, что не получится реализовать то, что вы хотите, что будут кто-то вам наставить палки в колеса вот на вашем пути. Вот здесь что-то такое, то есть вы как будто, вот я же говорю, попожу о посохах, нет уверенности, что вы сможете это реализовать, что у вас получится то, что вы хотите. Как будто вы ожидаете какого-то вот потвоха, да, каких-то сложностей, трудностей, то есть вам не верится, что это будет все легко. Здесь вообще вас окружает такое вот достаточно негативное окружение вокруг вас, да, потому что была карта нападения, петух, что является ссорой, сплетней, да, акула, что есть, в кавычках, враг, человек недоброжелатель, да, человек, от которого ты не знаешь, что от него ожидать, как он себя поведет. Здесь вот возможно есть у вас какие-то опасения по поводу реализации. Вы боитесь, что вас возможно обманут? Вы хотите поступить как-то мудро, да, как-то хитро так, чтобы получить то, что вы хотите, с наилучшими возможностями, и здесь карта говорит, что вам для этого нужно немножечко уединиться, покой, да, как-то вот отстраниться, либо наоборот, вы долгое время были в отстранении, в отстроении, в отстранении, да, а теперь вы как будто бы выходите в свет в мире, вы видите, что насколько мир изменился, насколько он какой-то вот агрессивный, да, такое ощущение, что вот вы долгое время как будто бы чем-то не занимались, а сейчас начали с самого свою какую-то деятельность, да, либо какую-то ситуацию активировали, и вот вы видите, как эта реакция, ну, она не очень приятная для вас. Хорошо, что хочет душа? Почему у нее показывают ситуацию? Душа что хочет? Душа хочет, чтобы вы продолжали делать то, во что вы верите, то, что вы хотите. Здесь выпала карта упорства. То есть здесь мне очень интересно отображен баран и ангел, который его привел, знаете, вот за рога прямо к верху, в гору, да, на вершину. Через упорство, через свою какую-то вот настойчивость, да, веру. вот причина всего, что вы хотите, это не столь даже люди, которые вам мешают, потому что они, в принципе, отражают ваш настрой, ваше недоверие. Причина заключается в вере. Вам нужно поверить в самих себя, в том, что ваша идея, какая бы она ни была, там, сумасшедшая, ее реально воплотить, реально получить то, что вы хотите. И душа ваша хочет, чтобы вы продолжали делать то, что вы делали, да, чтобы вы были намного упорнее, да, чтобы вы как будто бы перестали конфликтовать. Что за дела? Почему здесь только агрессия? Почему что-то негатив? С кем вы конфликтуете? Знаете, с чем вы конфликтуете? Есть какие-то сейчас у вас связывающие факторы, да, кандалы, что вам не дают как-то действовать. И вот вы как будто бы сопротивляетесь. И вам говорят, уберите эти сопротивления, да, делайте настойчиво то, что вы хотите, да, будьте, проявите вот это вот упорство, да, но при этом не делайте это агрессивно, потому что смотрите, как вас зеркалит ваше окружение, нападение, тут здесь какие-то подлости, хитрости, ну, вообще агрессивность, да, здесь у меня выпал петух, прямо какие-то нападки на вас, сплетни, ну, не очень приятные, хорошие карты, и на самом деле это просто ваше внутреннее состояние, поэтому душа вам говорит, убирайте это все, убирайте вот эти вот все ссоры, конфликты, то, что у вас связывает, это лишь ваше восприятие, что вас связывает, время, вы связаны, просто время, здесь вопрос времени, но если вы не можете как-то на что-то повлиять, ну, там вам нужно просто ждать, так переключитесь на что-то другое, да, это единственный способ, не надо вам как-то менять отношение к этой ситуации, просто переключитесь и займитесь тем, что вы можете заняться в данный момент, пока придет более благоприятное время для реализации вашей мечты, ваших задумок, ваших желаний, с чем вы конфликтуете, а здесь выпал единорог, единорог это все-таки волшебное, мифическое существо, достаточно чистое, вы как будто бы воюете за, либо за чистоту своих побуждений, намерений, либо за какую-то чистоту, как будто здесь за какую-то справедливость, да, вы с кем-то боретесь, а с кем вы боретесь? Бывающее сердце, да сами собой, сами собой, горит ваше сердце, вы горите этой идеей, хотите, чтобы все получилось, а почему вы сами с собой спорите? Потому что вам кажется, что вы одни на этом пути, что нету каких-то сил, которые бы вас поддерживали, что нету у вас помощников на этом пути, такое ощущение, что вас как будто бы высшие силы оставили, а вам говорит ваша душа, что нет, это не так, это не так, никто не оставлял, призови, попроси, попроси помощи, попроси знаков, и все тебе будет даваться, и немножечко остуди свое сердце, и вы являетесь, вы выпал кузнец, да, прям так хочется сказать, прям выпал на, на сердце, прям сразу выражение родилось, да, вы являетесь кузнецом своего счастья, вот и все. Хорошо, давайте посмотрим, какие сценарии вы сейчас проходите, какие сценарии проходит ваша душа, какие сценарии проходит ваша душа. проходит-то она жадность, жадность и контроль, ну контроль это понятно, вот отсюда у вас вся эта агрессия, что вы понимаете, что вы сейчас, то что вы хотите, вы не можете этим управлять, вы не можете этим контролировать, да, вам остается только доверять и не ждать, переключиться на что-то другое, ждать никогда ничего не нужно, потому что жизнь проходит, вместе с ней завершаются и наши дни, поэтому сказать, что здесь нужно отпустить контроль, да нет, если вам сложно его отпускать, не отпускайте его, просто перенесите его на то, что вы действительно можете контролировать. Можете контролировать себя, контролируйте себя, можете контролировать свои собственные поступки, кто же вам запрещал, да, разомнитесь каким-то другим делом, уберите вот все, весь этот фокус и значимость той ситуации, которая у вас есть. Дело в том, что вы вкладываете очень много ресурсов в то, что вы хотите, вы продаете большую значимость этому, потому что это для вас сейчас на данный момент очень ценно и актуально, и чем больше вы продаете значимость, тем больше вы фокусируетесь на этом, становитесь одержимыми, потому что вы не можете контролировать, да, здесь выпало вот прям часы и контроль рядом, вы не можете это контролировать, не можете на что-то повлиять, и вот эта вот ваша одержимость, она становится страхом, что я не получу, А страхи и сомнения, они, вот эти вот колебания, они мешают очень реализации. Что касается вашего сценария жадности, то здесь вопрос как раз-таки жадность на эмоции, на состояние. Хотите контролировать, вот как раз-таки поработайте со своим эмоциональным фоном, да, раскрывайтесь, не бойтесь. Сейчас я вот эту вот раскрою сейчас жадность. С чем это связано? Потому что здесь жадность не финансовая, здесь эмоциональная жадность. И вы была фея надежды. Но вот видите, все вокруг веры, все крутится вокруг веры. Жадность, не вот раскройте это, знаете, вот такое ощущение, что доверьтесь, не то что доверьтесь миру, да, это вот такие громкие слова, которые не всегда понятны. Я хочу донести до вас вот это вот состояние, что посмотрите на эту ситуацию и на процесс, да, на то, что вы не можете повлиять с точки зрения волшебства. Вот если бы было волшебство в вашем понимании, да, вот эта вот волшебная палочка взмахнула, и это все случилось. Только вот это вот все случилось, это тот период, который, на самом деле, он длится достаточно быстро, несколько секунд. Но в вашем случае, да, время, оно растянуто. Наблюдайте за этим. Наблюдайте просто за теми знаками, которые вам даются в реализации вашего желания. Как это все проходит. Наблюдайте за волшебством. То есть здесь такое ощущение, что вот вам не хватает, вот вера, она у вас появится, это не то, что вот все эти говорите себе, да, я верю, верю, нет, это не будет работать. Ну, не хватает какого-то чуда, знаете, а в чудо легче поверить, если его придумать. Вот придумайте себе вот этот свой контроль, заберите с этой ситуации, придумайте себе волшебство, что вот вы идете, допустим, и в обоих случилось какое-то чудо, я встретил нужного человека. Вот больше верьте вот в этот мир, да, вот в эту иллюзию, потому что именно вот в этой абсурдности, да, есть большая доля истины. Потому что вы смотрите на это волшебство как на игру, а значит, ваше отношение к ней, к этой игре намного легче, и ей велика вероятность, что оно реализуется. Поэтому придумайте себе волшебный мир, да, станьте феей своей собственной надежды, да, то есть вот как девочка здесь сидит, вот она смотрит на своей руке на этот огонек, и вот прям что-то там видит, что-то там рассматривает. Придумайте себе свое счастье, вот это вот свое волшебство, свое чудо, как произойдет эта ситуация. Вот если бы вы были феей, как бы вы нафиячили, да, что-то, либо феям, если смотрим мужчину, да, волшебникам, ведьмаком. Как бы вы себе здесь все это на ритуале, да, вот прям представляете и играете в это, и на самом деле, во-первых, это вас отключет, а во-вторых, это придаст вам какую-то большую уверенность, потому что вы совершаете действие. А на любое действие есть свой результат определенный. Даже вот такое, которое, казалось бы, что, блин, оно не имеет под собой никакой основы, да, объяснения, оно все равно даст результат. Пускай вы его не понимаете, да, не узнаете, как это работает, но он даст свой результат, необходимый вам для реализации вашего желания. Что поможет вам проработать вот эти вот ваши сценарии души? Почему я вздыхаю? Потому что выпал дьявол, выпала двойка мечей. Двойка мечей, знаете, с одной стороны что-то такое вот интуитивное, да, душевное, а с другой стороны достаточно материальное, структурное и понятное. Поможет вам проработать это все, работа над вашими страхами, если вы хотите все-таки помочь себе раскрыться эмоционально и перестать контролировать, то есть понять, чего вы боитесь, если мы говорим о контроле. Потому что дьявол на самом деле это не только искушение чего-либо, а дьявол, он имеет огромную силу и власть. И дьявол олицетворяет нас так же, как и харизму и страх, большой страх. Страх именно в материальном мире, страх потерять денег, страх потерять то, что действительно ценно, важно, весомо для нас. И двойка мечей, она как раз таки говорит о том, что вам нужно примирить, да, примирить свой пылкий ум, который все время чего-то боится. Вот эта вот неуверенность по пашу Жезлов, она и видна как раз таки в двойке мечей, да. Когда я хочу примирить вот эти два решения. Мы начинали с пожар мечей, когда он ищет информацию. И вот ваша задача успокоить себя, да, найти решения вот этих двух задач, как бы их примирить, как бы их соединить таким образом, чтобы мне было не страшно. Чего вы боитесь? Вы боитесь нового, боитесь построения нового, а получится ли? То есть тройка педаклей, это получу ли я результат, тот, который мне нужен вот в материальном плане, да, либо на бытовом уровне. Это стихия земли, как бы сделать так, чтобы ее приумножить, как бы сделать так, чтобы эта материя, она дала свои результаты, да. Не просто так, чтобы у меня было два педакля, а чтобы я его еще и приумножил, приумножил и получил первый свой результат, вот это вот расширение. Вы боитесь, что вы этого не получите, да, потому что по пятерке кубков у вас уже был достаточно плачевный опыт, и вы боитесь снова проливать слезы. Но на самом деле все по справедливости, да. Все будет по справедливости, если вы уберете свои иллюзии, если вы будете действовать в соответствии с законами Вселенной, да, если вы будете понимать причину-следственные связи, что вот я сделала это, я получу этот результат. Помните, я говорила про фею, да, про карту феи надежды, я придумаю, что если вы придумаете себе вот этот вот волшебный мир, который кажется, что он абсурдный, но в нем есть на самом деле такой фундамент, как и во всей магии не совсем понятный обычный блюдя, но вот именно понимание того, как устроено все в мире, да, что мы притягиваем вот этих законов, что мы притягиваем себе подобное, да, что у нас все в унисон, что то, что у нас находится внутри, есть зеркальность нашего внешнего мира, и наоборот, вот понимание вот этих законов, да, оно поможет вам снять розовые очки и вот этот вот самообман, который у вас присутствует. И это даст вам такое некое сбалансирование, да, внутри себя, с одной стороны порядок, с другой стороны понимание, да, что вся ситуация, она выровнится, что тогда, когда вы в пятерке кубков что-то потеряли, вот эта ситуация, она должна выровняться, то есть теперь вы должны что-то приобрести, потому что так устроено все в мире. И на самом деле орган справедливости, он очень глубокий, когда мы понимаем законы, именно законы мироздания, потому что от этого никто не может убежать их, никто не может изменить, нужно просто подчиняться. И для того, чтобы что-то получить, надо посмотреть, где у нас идет искажение в нашей жизни, да, чтобы что-то выровнять, потому что орган справедливости говорит о выравнивании, да, о исправлении того, что что-то либо отжило, либо уже не работает, ну, в данном случае, когда мы не верим, у нас есть страх, что мы не сможем получить тот результат, который мы хотели. Почему? Нужно посмотреть, что у нас искажено, что у нас идет невыравнивание, да, вот этих весов, что больше на одной чаше, как, что нужно положить на другую чашу, чтобы они были в равновесии. И когда вы это поймете, да, вы перестанете оплакивать свою пятерку, кубков, да, расстраиваться, переживать, огорчаться о том, что вы потеряли. Вы потеряли то, что перевешивало эту, эти весы, эту чашу, и поэтому вы потеряли лишнее, чтобы чаша снова выровнялась, и вы были в балансе. Вот такая вот у нас была третья позиция, я вам поставлю где-то карта феи, феи надежды, закроем ей третью позицию. Надеюсь, и вы услышали, что хочет ваша душа, и поработаете над тем, чтобы ей дать именно то, в чем она нуждается. Надеюсь, расклад вам понравился, я это пойму по вашим лайкам, по вашим комментариям, да, либо наоборот, по вашим тизлайкам. А я с вами прощаюсь, напоминаю, что расклады выходят в понедельник и среду на тему саморазвития, самопознания, и по пятницам теперь у нас будут выходить расклады на тему взаимоотношений, на тему любви. И вы можете в вкладке сообщества под последним постом оставлять свои темы для раскладов на тему взаимоотношений, на тему любви. Поэтому, хотела сказать, между мужчиной и женщиной, да, и остановилась немножечко, потому что, к счастью, все гендеры, так скажем, подвластны, да, то есть это не обязательно, чтобы отношения были между разноповыми парами. Я вот думаю, может быть, сделать один такой расклад для тех, кто находится в отношении в паре однополых. Я, например, к этому абсолютно нормально умножусь. Не знаю, почему я об этом заговорила, но вот сплылу это. В общем, жду ваших идей на эту тему. А я с вами прощаюсь, до новых раскладов. Пока-пока.